Двое погибли, десять пострадали. Столкновение двух машин обернулось аварией со множеством пострадавших, семеро из которых дети. Все произошло на дороге Жараспай-Нура 28 июня. О состоянии детей на сегодняшний день рассказали медики. Страшная трагедия произошла рядом с поселком Нура без четверти десять вечера. В автомобиле марки Volkswagen Golf ехали сразу 11 человек. Четверо взрослых и семеро детей, старшему из которых 11 лет, младшим 2 и 3 года. За рулем был 25 летний парень. Он вез одну большую семью из поселка Ваул, когда прямо на мосту на встречную полосу вылетела машина Хонда Одиссей под управлением 58-летнего жителя области. Произошло лобовое столкновение. Оба водителя погибли, а вся большая семья получила множественные увечья и попала в реанимацию. Дети находятся сейчас в состоянии средней степени тяжести. Один ребенок находится в относительно удовлетворительном состоянии. Некоторые дети были прооперированы. У одного ребенка перелом обеих бедер, у одного ребенка перелом одного бедра и так далее. То есть дети получили достаточно серьезные травмы. Детям понадобится длительное время для восстановления, а затем повторные операции. 37-летний отец детей в больнице рассказал, что из поселка Ваул их подвозил знакомый, впоследствии погибший. В машине была 33-летняя жена, 19-летний брат жены и семеро их детей. На вопрос, как же все они поместились в небольшом автомобиле, отец пояснил, что дети много места не занимают. Ни о каких детских креслах в данном случае речи не шло. Семь детей было в одной машине. То есть в одной машине, легковой, повторюсь, и это очень важно, где максимально возможно нахождение 4-5 человек, было 9 пострадавших. И читая комментарии, мы видим, что осуждение идет на человека, который совершил выезд на встречную полосу. Но это будет разбираться сотрудники правоохранительных органов. Это говорит о том, что наши люди, проявляя вот такую беспечность, я по-другому никак не могу сказать, это мое личное мнение, нарушая правила дорожного движения, правила перевозки пассажиров, эти действия приводят к таким колоссальным последствиям.